Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славриан. И сегодня этот выпуск я начинаю один. А все потому, что мои уже убежали из дома. Я задержался дома, потому что нужно было решить некие рабочие моменты. Бегу сейчас уже к ним, одел очки. У меня нет на мне моего любимого бронежилета, потому что у нас, походу, наступило лето. Я не знаю, градусов, наверное, 16 примерно сейчас. И солнце палит настолько сильно, что у меня даже закралась такая мысль в голове. А почему бы сегодня нам вместе с вами не искупаться? Я уверен, что сегодня вода холоднее, чем на улице. Сейчас добегу до пляжа, посмотрю, там море чистое и нечистое. И, возможно, мы с вами искупнемся. Погнали! Я прям сразу хочу вам показать море. Сегодня его цвет вообще нереальный. Смотрите, какая красота. А какое оно спокойное. Впервые, как мы сюда переехали, море вот такое вот штиль. У нас от нашего дома, где мы живем, ЖК Черноморский, есть две дороги, как дойти до моря. Один короткий, второй чуть-чуть поближе. Но второй ты как бы идешь всегда вдоль моря. Вот, собственно, как мы сейчас шли. Я вам показывал кадры. Вот, потом проходишь сквозь вот такие чьи-то виллы шикарнейшие. И попадаешь уже непосредственно в сосновую рощу и прям сразу к морю. Сейчас покажу. А второй путь мы тоже по нему порос уже ходили. Ты попадаешь как бы сразу на так называемую центральную набережную, где разные пляжи. Есть уже песочек, есть калька. Вы выбираете на свой вкус. Ну, а мы с вами попадаем в сосновую вот такую вот прекраснейшую рощу. Я не могу вообще от этого запаха, который доносится от этих вот красивых деревьев, которые цветут сейчас. Кто-то пишет лыча, кто-то пишет персики. Тут еще где-то встречается магнолия. Красивое тоже дерево. Рекомендую приехать и сделать классные фотографии. Вот еще дерево. Не знаю, что это цветет. Не понимаю в деревьях ничего. Вот. Поэтому если хотите, пишите в комментариях. Поправляйте. Может быть, а где-то неправильно назову дерево. Мы, кстати, еще ни разу не ходили вон туда. Туда люди обычно ходят на закаты. Там какие-то обрывы. Обязательно сходим. А я хочу сейчас пойти все-таки на море. Посмотрите, какая лазурная вода. Полоса такая лазури. Очень малолюдная. Сегодня все потому, что будет день. Я уверен, что в пятницу, субботу, воскресенье набережная будет битком. Обязательно походим, погуляем. Я хочу отправиться также в эти горы. Добраться до надписи Геленджика. Но сделать это пешком. Потому что, ну, на канатке это как бы интересно. В любом случае, сделаем это с детьми. А я хочу сходить туда один. В такой поход. Аааа, посмотрите, какой цвет. Море, друзья, он невероятный. Обалдеть. Впервые, сколько мы здесь уже дней, я вижу вот такое красивое море, как сегодня. Однозначно, однозначно. Сейчас, по походу, сюда забежим. Видите, волны практически нет. Я не знаю, это сложно называть вообще, в принципе, волной. Какой цвет. Дам дальше, что это водоросли или камни в водорослях. Не знаю. Большой пляж. Как он, Метрополя. О, вон уже люди купаются даже, видите. Вот, человек. Плается так долго, кстати, он там стоит. Поэтому, знаете, что нужно сделать? Нужно прямо сейчас идти к нему и обязательно его поддержать. Чего же там один барахтается? Даже с головой зашел. Но я на самом деле голову не хочу мочить. Камеру я тоже мочить не хочу. В последнее время я лишаюсь всей своей техники. И последнюю новую камеру GoPro 10 я не готов потерять. Вот. Смотрите, какие красоты. Круговые красоты в Геленджике. Потрясающе. Пойду искать своих. Я вам показал одного человека, купающегося. Но здесь целая банда. Посмотрите, как много людей, которые купаются. Ну, вода, да, сегодня прям просто располагает в нее нырнуть. Какая лазурь. Невероятно. Я просто даже не знал, что в Геленджике такое возможно. Бегу искать своих. Здесь вот за моей спиной. Можете заметить, что ребята уже подготавливают набережную к сезону. Красят ее. Это очень здорово, потому что все вот эти желтые потеки на белом, они их убирают. И набережная преобразится. И будет очень красивая. Вот про вот эти желтые. Вот. Я вам говорил, что их уберут. Здесь будет безумно красиво. Сто процентов. Так. Моих на площадке здесь нет. Они где-то дальше. Хотя должны были ждать меня на пляже Метрополя. Хотя, в принципе, я думаю, да и там можно искупнуться. Там тоже такая лазурь. Невероятная. Миллиантные такие водоросли. Вот кто-то говорит минус, что есть вот такие водоросли. Отчасти это плюс, потому что, ну, на самом деле, очень красиво. Особенно, когда ты берешь матрас и плаваешь на матрасе. Плюс эта бухта, да, тебя особо никуда здесь не унесет в открытое море. Ну, потрясающе, друзья, потрясающе. Вот я и нашел своих. Они здесь, как всегда, на турниках. Привет. Идем, покажем вам, как я прям скачаю все-таки, а что я показывал. Давай. Купаться будем? Купаться. Хочешь купаться? Ну, море, пап, конечно, такое красивое. Ну, родюшка, море вообще великолепное. Припекает так солнце. Да. Ушли вообще жизнь. Ну, Настенька там. Папа, стой, показать тебе буду. Давай, давай, показывай. Там столько людей купается. Я говорю, столько людей купается, что я думал, надо их поддержать. В Китрополе, да? Да, да, да. Спискаясь на пляж, называется Доп или Дол Нива, что-то такое. Может быть, там какой-то буквы не хватает, не знаю. Здесь, видите, такое галька. Пока нет ничего оборудованного. Мне, кстати, интересно, почему здесь нету даже в зимнее время прокатов саббордов. Вот я бы, например, лично с удовольствием бы поплавал. Тем более, это бухта. Почему нет? На рассвете, на закате. Хотя, вот будки, дома, так называемые, сабдома. Вот сабдоски. Вот 80 метров, пожалуйста, указатель. Здесь, видимо, тоже что-то ихнее. Ой, какое прекрасное сегодня море. Конечно, море всегда прекрасно. Это вообще без исключения. Но иногда, да, оно штормит, оно очень мутное. А сегодня оно невероятно прозрачное. Я, как говорится, не местный. Не знаю, какое здесь море бывает. Видел, конечно, по фотографиям, но сам лично никогда не видел в глаза, чтобы оно было такое лазурное. Мне лично очень сильно симпатизирует то, что есть вот эти водоросли, как вот на в Крыму, на мысе Тарханкут, например. Вот такая вот красота. Обалдеть. Все камушки. Все видно. Ну как не искупаться? Вот про что я говорил. Вот их, видимо, дом. Так, главное, чайку не потревожить. Она так отдыхает хорошо. Такая здоровая. Ничего себе, у нее клюв какой. Не-не, я не буду тебя беспокоить. Отдыхай. Еще мне нравятся очень вот эти камни. Они как будто покрыты зеленым ковром. Смотрится тоже очень красиво. Как будто на них просто положили зеленый ковер. На самом деле, это водоросли. Видимо, когда море штормит, постоянно есть волны. И вот так вот образуются такие водоросли. Такая вот красота. Видите, дом у них почему-то закрыт. Не знаю, с чем это связано. Просто на самом деле очень удобно, вот, например, если даже говорить про Сочи, что в Сочи круглый год работает это саборды. Вообще везде на пляжах есть вот эти подушечки, бескаркасные кресла. И, конечно, ну это здорово, что есть некая возможность для тех, которые живет и приезжают просто гости. Как-то развлечься морским отдыхом. Вода холодная, но тем не менее гидрокостюм одел. Ну, я сам так делал. В том году зимой надевали гидрокостюмы и плавали. Это, конечно, очень и очень здорово. Здесь хочу вам тоже показать, как барахтаются водоросли. гидрокостюм. От небольшой волны. Я не знаю, красиво очень. Здесь такие, типа, дикие пляжи, такие скалы, как бутерброды, так, слоями наложены. Восхитительно. Я, кстати, тут стоял на толстом мысе, ну, у нас там дома. Пока там решал вопрос, звонил по заграннику, в том выпуске показывал, и услышал, как сыпятся камни со скал, прям так слышно, как они слетают. Поэтому, если ходить по вот этим вот местам, нужно быть предельно внимательным, потому что даже самый маленький камушек может нанести очень серьезную травму. Но на самом деле вот здесь если начинать купаться, я не представляю, как здесь заходить. Я думаю, что будет очень сильно скользко. Да и, в принципе, как говорится, нырнуть не нырнешь. Поэтому, если сегодня купаться, то нужно отойти все-таки на пляж Метрополь. На них там вроде и люди есть, купаются, и заход вроде как нормальный, ну, по крайней мере, мне так показалось. А здесь все-таки бухта, там есть трубы, конечно, там не совсем хочется. А вот здесь вот ближе к толстому мысу потрясающе. Красота нереальная. Так, о, тут, кстати, мокрые. Ой, какие скользкие, слушайте, чуть ноги не уехали. Вот, по этим камням нужно ходить очень-очень аккуратно. А вот водоросли, которые создают как раз такую крошку, вот они, вот эти вот коричневые, такую крошку, из-за них получается вода очень мутная. А зеленые водоросли, мне кажется, они создают исключительно красоту. Я вам уже показал, да, как на камнях красиво это смотрится. Да, и в целом идешь с набережной, видишь вот эти вот разноцветные цвета, но это не может не радовать. Прекрасные круговые пейзажи геленджика. Вернулся я на тот пляж, люди как купались, так купаются, причем они плавают туда-сюда. Кстати, это женщина. Вообще, неужели вода резко потеплела? Пока дошли сюда, обратно, мы же вон, все повылазили, компании нет, и на самом деле очень холодно, но очень-очень хочется искупаться. Я здесь вот по камням иду. Опа! Да, вода вообще просто у вас злой. Такой цвет шикарный. Не, я думаю, однозначно, нужно просто к обеду ближе уже поднимается ветер. Всегда говорю, если купаться в не сезон, то нужно купаться именно до обеда. Вон детвора тоже хочет, конечно, я говорю, у вас это точно не получится сделать, поэтому, возможно, я сейчас один буду купаться. Слушайте, я разделся, Родион даже уже ноги помочил. Надо на самом деле быстро вообще зайти и... Обалдеть! Ну все, идем. Папа! 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 Живи, стык! Это прорубь! Слушайте, очень холодно. Я не знаю, как они там плавали. Столько времени. На чуть-чуть. Папа, они там не запаленные. Они очень долго плавали. Я столько не могу. У меня вообще все свело. Выходишь, конечно тепло, но потому что на улице тепло. Ладно, давайте еще разок зайдем. Пойдем еще раз. Обязательно дарим. Один раз это как-то несерьезно, поэтому два раза. не ледяная. Не ледяная. люди все идут, идут. Не, вода, конечно, очень холодная, но это точно того стоит. Мы наотдыхались, накайфовались. Я не знаю, такое умиротворение происходит, что ты лежишь, по сути, ну, один на пляже. Еще есть возможность покупаться. Солнце сегодня припекает просто, ну, не знаю, минимально по-летнему, так сказать, как в июне, типа, может быть, в конце мая. очень круто, можно смело загорать. Идем сейчас домой. Надо сообразить обед. Вот. Ну, и дальше уже будем, посмотрим, что мы будем делать. Дальше подумаем, куда мы еще. Да, вот Настенька со мной тут есть. Да, мы пока только готовы каждый день ходить к морю, гулять, как, знаете, так классно, как прогулка. А просто-просто отдыхать на море. Хочется просто отдыхать возле моря. За три месяца последних в Краснодаре, ну, вот как мы с Турцией вернулись в декабре, вот мы просто настолько засиделись в квартире, потому что погода еще была плохая. Мы сейчас просто вот жадностью наслаждаемся вот этим солнечными днями, да, и вообще морем, и природой. Мы вот двигаемся и подошли к пляжу. Пляж называется Сады морей. Вам покажу здесь обстановочку. Вообще здесь, кстати, прекрасно, потому что здесь начинаются уже вплотную готовятся к сезону. Смотрите, цвет моря. А вот здесь вот уже реставрируют вот эти кафешечки вот с коричневыми крышами. Видите? Потихонечку, потихонечку готовят. Класс. Вот на самом деле после той жизни, в которой мы живем с 19-го года, ну, так сказать, насыщенной, да, постоянно как бы море, горы, природа, мы словили контрасты вот в Краснодаре, и вот после Краснодара вообще нет понимания, как можно жить там, в каких-то вот таких серых городах, где нет природы. Я вот сейчас пошел, сфоткался на загранник, сказали, подожди 10 минут, я говорю, ты без проблем, я вот пойду сейчас на море дойду, здесь оно прям рядом, две минутки, мы вот с вами заодно пройдемся по центральному пляжу. Вот так вот просто, опа, пока в ожидании фотографии, идешь к морю, любуешься горами, не знаю, красота. Вот тут самоорганизованные, видимо, турниры по волейболу, какая красота, еще и погода сегодня просто летняя. Восхитительно. Я не знаю, друзья, обязательно приезжайте в межсезонье в свои любимые туристические города, оно точно того стоит. Вот там вот маленькие яхточки плавают, видите, вдалеке, вот они с белыми парусами. Это дети, детская школа, сегодня Темка спросил, а можно мне туда пойти? Я говорю, надо узнать, вот кто-то вышел из воды, так же, как я сегодня, видите, я сегодня купался, люди сегодня купаются, сегодня много кто купается, море чистое, водица-то какая, какой кайф, но вот это вот, это великолепно. Красота, сегодня отличная погода, и мы решили вечером пожарить шашлык, у нас такой пустырь получается, правда, кого-то там уже приняли даже за очень громкую музыку, мы вот так припарковались, здесь я вот нашел место, кто-то жарил уже, сейчас быстренько мангальчик здесь сделаем, пожарим, так, у меня уже уголь насыпан, попробую сейчас, я на самом деле очень редко пользуюсь розжигом, потому что не люблю, что потом идет такой привкус для мяса, вот так вот, что, все больше нет таких палочек, пацаны? Еще привезти? Я сказал, за линию не заходить, здесь, короче, на самом деле обрыв и опасно, я поэтому пацанам с нового правила за вот эту линию, дорожку, пешеходные, они за не заходят. Так, у нас в машине как всегда все с собой, все самое необходимое, вот он наш стол, сейчас тоже его разложим, Настенька пока пошла с заводичкой, опа, так, мы купили, значит, овощи и купили мясо, полтора килограмма, вышло на, вот так вот, на 511 рублей, я вот думаю, можно ли это считать открытием сезона, как сегодня, как и купального, так и шашлычного, давно мы так не жарили, так вот, на природе, смотрите, как здорово, вот с таким вот видом, красотища, сегодня море вообще безумно спокойное, смотрите, какой цвет воды, какая красота, я на самом деле даже и не помню такого, чтобы у меня получилось сделать уголь с первого раза, это, видимо, сегодня энергетический день правильный, что мы купались и шашлык сейчас жарим и мы просто в футболках, потому что у нас сегодня действительно очень и очень тепло, красота, в общем, на мне и Мирончик, и мальчишки, Настенька пошла за водой, воды нету, у меня тут начинает уже мясо возмущаться, подниматься, пламя, не знаю, как без воды сейчас не загубить бы все это дело, вон, смотрите, творится, так, я тут придумал следующее, переложил, значит, весь уголь на одну сторону, а сюда, под шампурики, накидал, значит, совсем маленький кусочек, чтобы мясо не горело, без воды, конечно, делать это сложно, потому что жар вообще нереальный, Настенька ходит, медленно, вообще погода великолепная, да, пацаны, классно, так, Настенька пришла, сейчас огурчики еще, по-моему, сделали небольшую нарезочку, и я уже, кстати, даже загрузил овощи на мангал, я думаю, сейчас еще минут 15-20, и все, и будем кушать, красота, у нас еще, кстати, как всегда, с собой, вообще возим постоянно, это нашу плиточку, газ, наша плиточка газовая, и чайничек, вот, наверное, Настеньке надо взять большую кружку, вот так это выглядит, закипает, там уже все дожаривается, Настенька тут дорезает, покрасить все, родик, иди сюда, так, у нас даже Мирончик проснулся, говорит, почему я буду спать, когда вы здесь сидите, все готово, будем снимать, и кушать, ну вот такая красота, и еще забыл, мы хотим поджарить хлеб, сейчас это будем делать, Мирончик, теперь Że Мерончик. Продолжение следует... Ребятки, вот такой вот прекраснейший день у нас получился. Открыли шашлычный сезон, открыли купальный сезон, но лично я как следует накайфовались. Ставьте лайки выпуску, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и до завтра, до нового видеоролика. Пока! Продолжение следует...